здравствуйте друзья остается все меньше и меньше дней до принятия решений по иммиграционным вопросам они напрашиваются и есть шанс что отложит до марта но в принципе как бы сходится к тому что вот сейчас буквально там в течение недели двух все решится в частности вот судьба лотереи и я хотел поговорить вот о чем сегодня это то что начиная с августа месяца 17 года происходит такая демонизация лотерея green card и как бы накручивание на нее там вот этих 40 бочек арестантов что там уже этой лотереи не видать вот только одни арестанты почему это делается и зачем это вообще нужно в чем смысл этого всего дело в том что когда нет реального противника его надо создать из ничего и потом победить и соответственно получить награды там но желательно за победу страшного страшного противника в принципе еще год назад когда трамп там шок был еще кандидатом или сразу был там только победил на выборах он говорил что это последний год лотереи там хотя конечно так не вышло тирея следующий год тоже было вот недавно принимали заявки но то есть судьба лотереи как бы в его сознании была решена уже уже тогда но на лотерею тогда не грузили такие вещи как спасение страны от терроризма и вообще там защита наших границ там и так далее то есть сегодня лотерея как бы является таким врагом повышенной значимости ну хорошо но лотерея то есть кому нужны эти люди ну хорошо никому не нужны допустим они могли бы сказать но никогда не сказали кстати они могли бы просто поднять статистику по на количеству людей приехавших по лотерею и оказавшихся сразу на велфире ну сразу там в течение скажем там недели двух трех месяцев такая статистика была она ужасающая ужасающие и одного этого было бы достаточно но но они но маленький враг такой слабый враг ну что такое привезли людей они на волки это деньги это просто вопрос денег ну и так в принципе зачем а тут у нас совершенно другая другая история тут совершенно другого размера медаль будет вручаться за победу вот таким страшным врагом значит все это построено что интересно на на так на такого примитивного уровня лжи что уже ниже всякого плинтуса но вот уже совсем значит сначала была такая фишечка что вот этот узбекский там террорист который кстати индоктринировался в террор уже в сша вот он из узбекистана как раз нормальный приехал он здесь с ним это произошло сейчас вербовка происходит соединенных штатах больше то есть они перенесли фокус но это отделе тоже известно но это это другая история так вот есть в форме которая заполняется на туристическую визу там есть такая позиция называется primary contact primary contact это какой-нибудь телефон какой-нибудь человек где может быть тебя найти можно ну что то это может быть например номер телефона в гостинице где вы останавливаетесь ну вот например да вот вы заказали гостиницу вы пишете primary contact туда или вы пишете кого-то кого вы знаете там скажем соединенных штатах там миша партнов там телефон такой-то и он был указан вот этот вот я не помню его имени узбекский террорист он был указан в 20 там что ли пяти шести семи трех заявках формах заполненных на туристическую визу то есть мы не знаем из этих там 25 заявок может быть там ни одной визы то и не выдали или выдали две или три но он был указан как primary contact то есть если что вот звонить ему ну хорошо это было подано как то что он привез из узбекистана 23 родственника который наверное тоже там террористы не хуже его да то есть вот то есть он был primary contact вот из то есть стали строить такую цепочку что уже green card лотерея виновата в том что там какая-то иммиграция по цепочке и ну и понятно что террорист если он террорист кого он может привести кроме террористов но и да это было ложью просто высосано из пальца он он наверное не понял может быть это было путаница но все равно это была дезинформация никто никогда не поправился не не забрал там не ничего вот она так ушло они больше не повторились то есть может быть их тут же подправили я не сказать ну хрен с ним уже ладно но уже все проглотили тоже уже все знают что green card лотерея это способ привезения террористов все знают хорошо дальше был на вот буквально совсем на днях значит тот же источник то есть трамп он написал что нам из других стран скидывают всякую шваль потому что хороших достойных людей ни одна страна не отдаст написать все механизм значит отдачи то есть как надо пойти там я не знаю куда пойти надо там гос генофонд там российской федерации получить справку что ты не не являешься не представляешь собой ценности для там россии или там какой любой другой страны и вот тогда тебя разрешат выезд соединенные штаты то есть ахинея просто запредельная сказочно но у этого бреда есть свой потребитель тоже сказочно такой ну вы понимаете вот есть потребитель и этот потребитель да мы сейчас победим террор мы сейчас вот тут я вам не рассказывал статья была очень интересная там была статистика по поводу происхождения терроризма в соединенных штатах источники дан каналы значит получается такая вещь что после 11 сентября перенесли вербовку в соединенные штаты внутрь страны и сейчас примерно треть людей которые сидят или проходят по делам и терроризма примерно треть это люди которые приехали в сша то есть вот скажем борьба по пресечению вот скажем там визовые запреты забор поставить там еще что-нибудь это направлено на треть вторая треть это мусульмане которых индоктринирует терроризм уже уже в соединенных штатах и третья страна третья треть это не мусульмане которые конвертировались в ислам уже здесь просто американцы вот это черные белые какие угодно конвертировались в ислам уже тут и вот они как бы довольно быстро доходит вот до участия в террористических каких-то планов то есть это не борьба то есть это борьба безрезультатно без особо результатное и я хочу сказать как интересно все затихло с этим лас-вегасским стрелком который положил больше народу чем погибло во всех мусульманских терактах в сша то что мы сделаем мусульманские террористы за последние 15 лет он больше народу положил затихло вот как не было вот вот был стрелок не было стрелка вот нет стрелка чего он стрелял непонятно куда чего что непонятно что что за то что и что известно известно что из указов там мир мероприятий обамовской администрации обама под конец там своего правления там сколько-то всяких решений принимал которые должны были вступить в силу но их отменили их отменили там штук 30 с лишним и тут у них паранойя такая вот как бы вот враг народа это это обама и вот то что обама делал все подлежит отмене независимо от того что это было обама сделали обамы отменить это вот как как green card лотерея такая вот сделали себе врага и давай хотя известно что там 90 процентов того что делают там президенты независимо от того какой партии что он бы сделал то же самое это 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 известно давно тем не менее и вот отменили один такой тоже не симпатичный не симпатичная отмена да то есть обама хотел запретить слив слив отходов производства угольных шахт в реки загрязнение рек вот этими отходами отменили отмену пожалуйста сливай чего хочешь там пусть наши реки будут с этим делом ладно но другой обама хотел запретить продажу оружия а душевнобольным душевнобольным у к со справкой которые не то что мы смотрим гнину это больной нет нет официально справка есть вы чего нет 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 так так нельзя нельзя душевнобольные должны обложиться оружием сколько надо и я я вот не знаю конечно да ничего не сказали но вот этот вот человек который там в лас-вегасе разве может нет ну наверное может но все-таки разве может более-менее нормальный психический человек вот так пойти положить там столько народа заранее готовился так вот что что должно было случиться человек наверное у него не было справки я ничего не хочу сказать но как же так человек приходит у него справка есть и ему оружие продают поэтому ну я уж не не берут такие уж совсем глобальные оценки давать но мы видим что происходит происходит демонизация лотереи происходит демонизация лотереи в условиях когда понятно что все согласны ее отменить и демократы и республиканцы демократы давно были согласны ее отменить точно так же как демократы давно были согласны потратить довольно много денег на забор вот в реформе 2013 года который не приняла палата представителей не то что не принял ее не поставили на голосование если мы поставили вы приняли но ее не поставили на голосование то есть начальники республиканские угрохали там было заложено по моему 50 миллиардов на этот забор 50 миллиардов сегодня трамп просит чтобы ему дали там трип три поинт девять миллиарда на что-то там такое вот но ему надо отчитаться но они готовы были потратить 50 демократы соглашались потратить 50 миллиардов на этот забор то есть нет никакой такой проблемы что надо кого-то победить чтобы забор поставить никто не возражал ну правда ну там в комплексном таком деле они не возражали отменить вот и они возражали поставить забор они хотели в обмен получить легализацию но 11 миллионов нелегалов которые ну тогда может быть их было меньше может нет настолько там 10 11 миллионов нелегалов и за это готовы были все это поддавать сейчас вопрос так не стоит сейчас речь идет о легализации в 800 900 тысяч 850 тысяч вот этих вот молодых ребят которые в основном латинос и которых трамп не легализовал но защитил от депортации это не одно и то же значит сейчас речь идет о том чтобы их все таки легализовать то есть дать им возможность получить грин карту дать им дорожку к гражданству это не будет так вот быстро как скажем обычно люди получают грин карту и гражданство но у них будет возможность выйти из вот этого вот подвешенного состояния в котором они сейчас находятся не туда и не вот сейчас демократы уже готовы за легализацию вот этих людей полную легализацию сказать там лотерею что точно там не вопрос они конечно им не нравится идея с забором в конце концов там уже ладно они же и раньше не возражали они могут сказать что все-таки за забор может быть еще кого-то легализовать надо я не знаю как они торгуются но поэтому трамп в принципе знал что вопрос отмены лотереи вообще не не вопрос это вопрос практически решенный был для него мы можем надеяться что это не произойдет до последней секунды некоторые вот сейчас пишут у нас в комментариях что но ведь когда там придет новая администрация она может восстановить лотерею я не думаю так вот уже прямо обычно какие-то новые решения принимаются не не возвращаются к старым и какие-то новые возникают поэтому тут труд трудно судить но во всяком случае зная что лотерея отменяется надо было повысить ценник ценник когда переписать искать но это уже такая победа шо я уже нет уже всех врагов победил эти какой-то сам осамы бен ладен там да мы сейчас блин вообще вообще мы сейчас вот тут тут один из дяденька самый долго играющий сенатор от республиканской партии хэтч его фамилия он сейчас сказал что в отставку ходит ему по 83 года он уже такой серьезном возрасте может быть вместо него будет сенатором митром не от штата юта посмотрим то есть как бы говорят что ром не собирается туда то есть трампу это очень не нравится он умолял этого хэтча не уходить но вот этот хэтч он тут на новый год такую речь произнес что трамп войдет что трамп вообще чуть ли не превзошел там авраама линкольна и франкта на рузвельта это это связано было с принятием налоговой реформы но не суть поэтому нужны большие победы понимаете нужны такие победы чтобы уже в это прямо народ понял и вот в этом смысле идет демонизация green card лотереи то есть на нее навешиваются мы возвращаемся к 40 бочкам арестантов и отмена green card лотереи будет продана как защита страны от терроризма от проникновения нежелательных элементов не просто людей которые не нужны нашей экономики нашей экономики сейчас безумно нужны люди потому что безработица практически нулевая нанимать абсолютно некого пытаются оживить экономику как бы заимствованиями да и то есть вот там налоги понизить бизнесом чтобы они там хотя бы часть этих денег пустили бы в оборот сейчас еще есть проект они собираются 200 миллиардов выделить на инфраструктуру улучшение инфраструктуры что правильно как бы это дело хорошее и под эти 200 миллиардов еще 800 миллиардов они собираются на местном уровне из местных бюджетов там скатили они частных источников чтобы было инвестировано на триллион долларов там дороги мосты там и так то есть нужны люди чудовищно нужны то есть закрывать перекрывать в этом плане легальную иммиграцию вообще безумие но но эта идея такая это такая идея и какая бы какой бы дурацкая она не была если на нее еще навешать вот эти вот 40 бочек то получается что страну защитили вот так вот мы как бы поэтому демонизация лотереи green card нужна для того чтобы там набрать политического капитала в глазах людей которые даже самую примитивную ложь воспринимают как правду но такие зомбированные люди самозомбирующиеся но им еще сверху вот подбрасывают так сказать чтобы они продолжали а то пропадет у них вот это вот их сайт эксайтмент вот вот примерно так счастливо друзья